Предлагаю в честь праздника Песах познакомиться с книгой «Сефер-Яцера», «Сефер-Яцера» – книга творения, которую написал Аврам Авину. Аврам Авину – тот самый, который ел мацу и соблюдал праздник Песах за 400 лет до выхода из Египта. Мы сегодня справляем Песах 333-й раз. 333 года прошло с того момента, как мы вышли из Египта, а Аврам соблюдал Песах за 400 лет до того момента. Он написал книгу «Сефер-Яцера», я предлагаю сегодня с ней познакомиться. Но прежде чем мы ее откроем, еще раз очень важный момент хотел бы повторить. То есть настолько важный момент, что без его понимания в принципе невозможно ничего понять из того, что в наших книгах написано. То есть это, скажем так, тайна, маленькая тайна, но она решает все. Тот, кто ею не владеет, бесполезно даже открывать наши книги. И чтобы она была более-менее понятной, расскажу, как я учил, как меня учили, как меня обучали. Второе. Учитель читал мне то, что написано и объяснял на основании того, что он получил от своих учителей, а не от своих, от Авраама до наших дней. Представляете? Он объяснял мне то, что здесь написано. У него были ученики, которым было комфортнее слушать и понимать это объяснение на английском языке. Потому что мой учитель, он родился в Америке, его родители из Галиции приехали в Америку в свое время. И он объяснял часть ученикам на английском. Была часть учеников, в котором он объяснял то же самое на идыше. Зависит от группы, которая присутствует на уроке или от индивидуальных занятий. То есть это общий принцип. И это очень главный принцип. То есть что здесь в этом принципе заложено? Два момента. Первый момент. Творец передал информацию пророку, чтобы тот ее записал. И передал ученикам. Обучил их. Чтобы дальше эти ученики смогли передать все то, что получили от автора книги. От пророка. Это желание Творца. Поэтому, когда мы читаем эту книгу на том языке, на котором Творец передал пророку, Творец, то есть Шхина, его присутствие, и нам помогает в постижение этого материала. Первый момент. Второй момент. Автор, то есть пророк, который записал это, когда мы читаем, когда мы читаем его книгу так, как он ее написал, его душа, скажем так, упрощенно, его душа тоже прилагает, помогает нам в постижении этой книги. То есть два момента. И вот так, в такой форме это передается тысячелетиям. И поэтому мы так и учим. Вот точно так, как учили тысячу лет назад, две тысячи, три тысячи и так далее. Вот так мы это учим. Почему? Вот так это работает. По-другому не работает. И еще один момент. Кроме этих двух моментов, есть еще один очень важный момент. Это ради чего мы учим? Какая цель? Это самое важное. Поэтому наши мудрецы передали нам, что перед тем, как изучать книгу, полезно обратиться к Творцу и сформулировать для него цель нашего изучения. Скорее всего, для нас сформулировать. Для Творца это все и так понятно. Я предлагаю начать сегодняшнее занятие с такой молитвой, с такой просьбой.